Добрый день! Меня зовут Гребнева Валерия Евгеньевна, я тьютер по работе с аспирантами на факультете гуманитарных социальных наук и ответственность за приемы в аспирантуру от нашего факультета. Рада вас приветствовать на вебинаре, посвященном поступлению в аспирантуру на направлении подготовки к социологической науке. Сегодня я и мои коллеги расскажем об особенностях этой программы, сроках, документах, которые вам необходимо будет принести в приемную комиссию. И также постараемся ответить на ваши вопросы. Вместе со мной вебинар будут вести навык Николай Петрович, заведующий кафедрой социологии, профессор, доктор социологических наук. И кандидатский в аспирантских наук, доцент кафедрой социологии, подводитель Гребневич. Поступление в аспирантуру возможно только для тех, кто имеет высшее образование по программе социалитета или магистратуры. Аспиранты, которые успешно заканчивают аспирантуру и защищают диссертацию, получают два диплома. Это диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации, подводитель и исследователь и диплом кандидата наук. На сегодняшний день по программе подготовки к психологической науке реализуется подготовка по двум специальностям. Это специальностям 22.00 в разделе теории биологии и теории психологии и по специальностям 22.00 в разделе психологии управления. Форма обучения сейчас только очная. Вот здесь на слайде вы можете увидеть сроки приема документов. Летом будет работать приемная комиссия. Начиная с 20 июня вы можете приносить свои документы. Завершение приема документов на очную форму обучения на бюджет 20 июля, на контрактную форму обучения 12 сентября, на заочную форму обучения 20 ноября. Вступительные испытания будут проведены в период 23 по 28 июля. И сроки вычисления – это 3 августа по очной форме обучения на бюджет, по очной форме обучения на контракт 20 ноября и по очной форме обучения 30 ноября. Вам нужно будет принести полный пакет документов. Это оригинал на обозрение и копию достижения личности по стране с постоянной регистрацией. Оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра с приложением. Копия документов, подтверждающие индивидуальные достижения. Это важно. Я сейчас расскажу почему. Чуть похоже. Также нужны будут 200 график М4. И заверять документы не нужно. И подавать вы можете документы либо лично, либо через доверенное лицо, либо по почте. Также мы имеем возможность принять его с документом в электронной форме. Для этого вам нужно зайти на сайт поступления Руден, зарегистрироваться в личном кабинете, разместить все документы там. И все они попадут тоже в операцию. И на вашу форму лично ваше дело. Значит, вступительные испытания проводятся по специальной дисциплине, соответствующей направлении подготовки. С программой и вопросами вы можете ознакомиться на сайте. Они вывешены. Вступительные испытания проводятся в письменной форме. И отец проведения Рудский. Вот здесь вот внизу вы можете по ссылке и относиться с программой. Когда вы пойдете подавать документы, приносите подтверждение ваших длинных достижений. Потому что баллы, которые вы получите, они будут перекрестованы. И это повышит ваши шансы на поступление на бюджетную форму обучения. Значит, что это за индивидуальные достижения? Документы об образовании с отличием 5 баллов. В статье в журнале индексируемые в базе данных вебал сайта в копии 5 баллов. Диплом победителя Всероссийской студенческой олимпиады 3 балла. В статье в журнале с перечнем вас 2 балла. Диплом призера Всероссийской студенческой олимпиады 2 балла. И научный доклад, опубликованный в спотнике ISSN, 1 балл. Когда вы подаете документы, мы вносим ваши индивидуальные достижения в базу. И они автоматически потом будут регрессованы к вашему баллу, полученные на экзамене. В этом году на направление социологической науки выделено 3 бюджета финиста. Что касается контракта, то стоимость в год это 328 700 рублей. Заочная форма у нас в этом направлении именно реализована. И здесь контакты. Это мой телефон, моя почта. И также адрес, где ее можно найти. Вы можете обращаться. Если у вас есть вопросы, я либо постараюсь отъявить вам самая на них, либо вас передаю на кафедру. Пожалуйста, обращайтесь, пишите. А сейчас я уже вижу вопросы. Литературу тоже можно будет снахнуть. Да, литература там тоже есть. Можно будет снахнуть. Сейчас я слово передаю заведующему кафедру ситологии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Ну, несколько слов я сначала хотел бы сказать об университете, о кафедре. Ну, вы знаете, что российский университет из народа является одним из ведущих вузов России. Это классический университет, в котором есть любые специальности, начиная с медицины, сельскохозяйственной, мерки, филологии, социологии, файдер. Это классический университет. Один из ведущих университетов в мире. Он по индексу или по аквелс занимает 450 миллиметров. Значит, в настоящее время, перебиваю вот некоторые интересные цифры о нашем университете. Сколько образовательных программ? 31, 31 тысяча студентов, более около 9 тысяч иностранных студентов, около 3 тысяч научно-пределительных работников и так далее. Наш университет участник программы, президентская программа 5100, в которой входят 21 ведущие нас. В том числе и отчасти университет. КАДИКО в салоне структуру находятся в КАДИКО-КОКОТЕРКО, ДОНИТЕРКО, СОЦИАЛЬНЫХ МЕЛОДИКО. Вот, а, сначала, ну, немножко перешкочу. Значит, вот здесь немного АКАДИКО. Вы видите, что уже 30-х выпускников КАДИКО, с учетом дедакции и докторской диссертации, подготовлено 850 адекватных, 290 мегистов. И, что очень важно, наша КАДИКО, это первая КАДИКО, которая имеет свои традиции определенные небольшие. Это первая КАДИКО, которая с самого начала, с 1993 года, ведет подготовку специалистов по международному программе, то есть, Бакалат-Магнистов. То есть, у нас не когда-нибудь это, 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 с самого начала, на Бакалатах, это то Магнистов. Значит, на КАДИКО работают 20 преподавателей, из них 6 бессмеров и 14 кандидатов наук. У ИСТОКов КАДИКО работали, если вы поступаете в медицинологию, то знаете, какие фамилии, Фангетуде, Брюзе, Гябах, это все наши педагоги, они работали на наши КАДИКО. И сейчас на КАДИКО работают ведущие ученые из Института КАДИКО, Федерального научного исследования, КАДИКО социологии, Института социально-политических исследований и наши выпускники, молодые преподаватели, которые закончили нашу университет. Можно сказать, что на КАДИКО работают только выпускники или МГУ, филосердского и исторического факультета и выпускники нашего университета, которые мы получили нашу КАДИКО. Так, ну что, здесь, ну, можно говорить о достижениях наших преподавателей, о большом количестве книг, монографии, различных статей и так далее, которые издают наши преподаватели. Но особо хотелось бы остановиться на том, что на нашем, мы издаем на нашей КАДИКО, издается журнал «Вестник КАДИКО серии социологии», сейчас он называется, «Верен Джану Аксиционовича». Вот, он издается с 2001 года, и это практически единственный журнал, «Вестник КАДИКО серии» журнал, из журналов, которые относятся к вузовским журналам, которые входят в международную базу данных, индексируются международными базами данных, «Метроскопус» и «Вэпуссаймс». Из вузов такой журнал, два таких журнала, которые он власти имеют только высшую школьную базу. В проект «Веливии» входит известная учебность России, Беларусь, Украины, Африя, Григория, Гражданск, Польша, Испания, Китая, Сергия и т.д. То есть это международное ориентирование груза. Скази публикуются на английском, на русском и английском языках. Вот, и чуть-чуть, как вы видите, мы не делаем, мы будем говорить, и я бы хотел еще, я бы просто хотел еще несколько слов сказать о том, что в Китайской существует лаборатория астрономических и гуглодруковых исследований, в которых, ну, в том числе и аспиранты, институты, гонки, потому что магистры и бакаллазы проводят свои исследования под руководством наших преподавателей. Они участвуют, как аспиранты, так и студенты, участвуют в различных проектах, которые, в грантах, которые выигрывают наши преподаватели, участвуют в российских и фунтах моментальных исследований. И год задания Министерства обыкновения, сейчас Министерство науки и высшего образования, ежегодно издается сборки молодых ученых. И, что очень важно, что наши аспиранты имеют возможность публиковаться в нашем журнале, который, еще раз повторяю, ходит в скобусы где-то в Сайенсе, потому что в настоящий момент с этого года наш исходный совет, которому уже 16-18 лет, с 97-го года, по-моему, сейчас в нашем университете дано право самому послуждают степени, и поэтому наш совет, на следующий раз, без вако, послуждают непосредственно, послуждают степени, ученые степени, кандидата и доктора в целом. И еще один. Ну, это будет подготовлено, сколько повторов, все буквально, которые... И хотелось бы несколько слов сказать о наших выпускниках. Ну, всем работают наши выпускницы, вы там понятны, вы можете это все читать. Читаю очень широкую деятельность для наших выпускников, ну, а в операциях, тем более, да, здесь все написано. Ну, и вот наше место наших выпускников, особо хотелось, все одни наши выпускники, особо хотелось бы отметить Ирину Владимирович Корцов, которая уже есть, когда доктор психологических наук, и сейчас в нашем совете попился к нашим молодым выпускникам, которые работают в институте с цирологией, или на тактике, ну, ты можешь их умы. И сейчас Дмитрий Сергеевич подвозьте, немного расскажет вам о более подробности, о том, чем вы будете заниматься, когда поступите. Ну, более, что он идет, один из самых интересных курсов в респираторе металлических семинар. Самый, пожалуй, поездка. Добрый день. Видно, я себя вижу. Я приветствую всех присоединившихся, потом идет запись. Я надеюсь, что нас будет иметь возможность, нас можно будет посмотреть потом в записи, потому что такая информация надолго, можно сказать. Всех, кто заинтересовался нашими аспирантскими программами, я приветствую. Из того, что еще не было сказано, наверное, всем, кто вообще задумывался о том, что аспирантура – это его, наверное, представляет, как это делалось раньше, что вообще такое аспирантура. Время, наверное, большинство людей понимают, что это написание дефектации и, прежде всего, какое-то свободное плавание. Ну, оно не совсем свободное в том смысле, что существует наставник, кого мы называемый, который называется основной руководитель. И это все сохраняется, это до сих пор так. То есть, любимую долю времени аспиранты работают с научным руководителем по собственному индивидуальному расписанию, которое они останавливают. Уже есть аспиранты – это взрослые люди, которые пришли осознанно к тому, что им нужно написать диссертацию. Они, в большинстве, с вами работают. Но, тем не менее, на данный момент в нашем высшем образовании происходит такая затяжная реформа. Мы еще не знаем точно, чем она закончится, суть которой заключается в том, что аспирантура признается последним и высшим уровнем высшего образования. То есть, а что это значит? Это, по сути, что учебный процесс для тех людей, которые оказались в аспирантуре, это уже дали успешный экзамен, он продолжается. Опять же, если сравнить с предыдущими годами, если нынешние желающие учиться аспиранты спросят людей, которые это делали раньше, то как выглядела ситуация? Весь учебный процесс сходился по большей части к подготовке к кандидатским минимумам. Такое было три. Это специальность, язык и философия. И, собственно, к этим предметам аспиранты готовились, читались какие-то установочные лекции. Ну, в общем, вот и все. В основном, аспиранты занимались диссертацией в свободном программе. Сейчас нельзя сказать, что аспирантов полностью занимают, что этот учебный план похож на учебный план бакалаграфов, даже магистов нет, конечно. То есть, предметов учебных, которые даются аспирантам, разумеется, не такое количество, но они, тем не менее, есть. Все-таки аспирантова теперь это и учеба, причем на протяжении всех таблет обучения. Конечно, это в основном вечерние занятия или занятия, например, суббота. То есть, все понимают, что аспирантам очень сложно сочетать свои обязанности для определенного университета жизни, если никто не обменял и желание что-то такое написать и что-то новое не знать. Значит, ну, уже было сказано на коллегами, что у нас два направления аспирантуры, причем они у нас точно соответствуют нашим магистовским направлениям, называются они, называются, не так, но у нас две магистратуры в данный момент аккредитованы, включили международную кандидатскую одна по теории методологии и истории, я грубо говоря, социология, а другая по преподнаю по социологии управления социальным менеджментом. И эти дорожки после окончания магистратуры для желающих кто хочет пойти на уровень диссертации кандидатской они продолжаются, продолжаются вполне логично вот в наших двух специальностях и их видите сейчас на экране, это так называемые первые специальности где-то социологии знают, вот оно написано 22-два недавнего дня в теории методологии и истории социологии это очень широкий большой профиль сюда входит как-то ни странно в диссертации по тематике очень неплохо в друг на друга вы видите вот эти три кита социологического знания она именно потому что первая потому что она как-то базовая вот и здесь действительно очень широкая широкое поле проблемы если называть тематику диссертации на специальности она действительно будет очень широкая как радуга и соответственно социология управления восьмая специальность она рассчитана на людей прежде всего практиков которые вообще говоря пришли часто приходят с уже серьезным не просто жизненным а каким-то профессиональным практическим опытом который почему-то побудил задать сами себе вопросы в том числе имеющие участки управленческие руководящие руководящие как же это все происходит как же это можно понять с точки зрения научных категорий и это вполне люди которые занимаются нарисованием и похожими вещами здесь они находят ответственность на крови значит как дальше выглядит наш учебный процесс он выглядит здесь такие общие вещи у нас написано вот посмотрите это выглядит приблизительно так то есть вот этот наш учебный план по-хорошему такие предметы как история философии науки видите иностранный язык если я сейчас перелистну то вы увидите что вот эта картиночка сейчас я ее верну она у программы нашей первой и нашей восьмой они отличаются не сильно то есть тут есть сходство это собственно история и философии науки иностранный язык то есть это предметы как еще раз я уже говорил это не отличается от предыдущего опыта они ответственны прежде всего за то чтобы издать кандидатские минимумы я не хочу объяснять почему они нужны по-моему это бесконно язык и история философии науки это традиционно в нашем аспирательской подготовке в нашей стране так существует значит и также даются предметы видите первые два кубика методология научных исследований дидактические во многом и они могут касаться как социологии как и чего-то и другого здесь естественно будет объединение с другими аспирантами но в чем отличие вы видите вот этот последний кубик он тут последний по месту не последний по значимости я надеюсь вы понимаете а вот в второй специальности вот он да то есть если для первой специальности социологический значит современные социологические теории то для специальности восьмой это социологические методы практики управления коммуникацией то есть это напрямую связано с собственно специализацией которую избрали аспиранты и помогает к тому же сдавать и кандидатскую не может значит что еще чем все заканчивается коли аспирантовая учебный процесс он заканчивается получением на самом деле двух дипломов это отличие что наши аспиранты успешно пролучившиеся три года должны не только написать известное количество статей это цифра увы все время растет это не наши фантазии а в данном случае так происходит во всем мире ну можно сказать для ориентации что обязательно аспирант подходит к защите статью это скажем такой хороший уверенный минимум публикациями три из которых лаковские а желательно или даже обязательно некоторые также скопусы аспирантов защищающих имеют гораздо больше список публикаций по теме публикации пишутся очень не быстро еще дольше они выходят потому что человек может подготовить публикацию а выйдет она через полгода это реальность это не журналист статики все делается долго проверяются экспертизы и все такое прочее кроме статей кроме диссертации диссертационного текста который растет люди по-разному пишут кто-то пишет медленно кто-то быстрее существуют еще обязательно практики и прежде всего педагогическая практика потому что в итоге наш аспирант даже если он выступил с научным докладом к итогам которого может быть рекомендован к выходу на диссертационный совет на защиту диссертации он получает квалификацию которая дает ему право преподавать соответственно то есть это высшая категория научно-педагогических факторов преподавать везде для этого естественно педагогическая практика и наши аспиранты они участвуют прежде всего на базе нашей кафедры и в отличие от магистратуры это не какие-то отдельные занятия это полноценные семестра социологии РУДН и не только специальные дисциплины но и общая образовательная поэтому наши аспиранты которые получают педагогическую практику это люди которые готовы преподавать безусловно поэтому этот компонент тоже очень важны и в итоге это отличие это ново вот эта система что аспиранты в конце делают научный доклад который достаточно похож на предзащиту диссертации и в итоге получают диплом об окончании аспирантуры что они учились что они не взяли статьи что они работали с наук творитель что они прослушали соответствующий курс и сдали соответствующие оценки оценивание очень похоже по системе на магистратуре то есть это стобальная шкала которая имеет выражение не только в цифрах но и в буквах и соответственно получить диплом окончания аспирантуры выступить с научным докладом который не просто призван к нему а для того чтобы отучить за него оценку это еще не защитить диссертацию можно успешно окончить аспирантуру таким образом не защитить диссертацию но если человек делает это вовремя и успешно и все налицо и его публикации и научные доклады рекомендуется в процессе в предзащите то он выходит уже на битерпословный совет и выходит второй диплом диплом кандидата в данный социологических наук по одной из указанных специальностей еще раз как уже говорили мои коллеги теперь мы свободны от вака хотя не знаю проще или тяжелее как тот что УДН присваивает собственную степень которые совершенно наравне как те вузы которые не имеют такого поведения рассматриваются и сознаются как дипломы что еще в процессе обучения происходит вот Михаил уже говорил я оставил наконец научно-исследователь семинар это тоже обязательная дисциплина здесь ее нет в этой картинке ну потому что не нарисовали это веков вроде даже не дисциплина это отдельная форма работы аспиранты всех трех лет обучения это их касается всех вместе они собираются соответственно тоже в некоторое вечернее время и обсуждают там коллективно под руководством модератора вот последние годы эти модераторы являюсь я вот хотя это у нас не поменяется да но аспиранты причем именно разных годов знаете те кто только поступили и только думают о теме и те кому там после завтрашнего ощущаться они оказываются в одной комнате они только могут делиться наступать на моих граммах ну и обсуждать темы темы наметки значит уже готовые результаты то есть это такая совместная интересная групповая работа она оценивается но это вольное общение основной задачей является учить и без того уже взрослых людей которые совершили очень сознательно выбор решили что диссертация для них жизнь важна хотя в общем она совершенно не бывает это серьезное решение в окружении как бы себе подобно кто чуть-чуть постарше или чуть-чуть помоложе возраст не имеет значения на научно-соединственном семинаре как раз находят контакт люди 25-40 лет потому что допустим люди с разными темами докладывают о том что они прочли какие статьи по их темам они собрали для каких-то слушателей для их коллег это может быть удивительно новым что такие вещи вообще изучаются тем самым все расширяют свои горизонты потому что нельзя быть узко заточенным особенно в социологии это такая очень широкая область надо всегда понимать какие вещи новые происходят и происходит такая здоровая критика то есть те кто слушатели если вы сегодня слушаете вы задаете вопросы критикуйте тех кто сегодня солирует завтра допустим через неделю вы будете солировать те кто у вас солирует будут задавать антипетические вопроса вот и в результате это конечно очень повышает уровень для чего это нужно не только для развития то что называется красивым рефлексия научная но и спиранты готовятся к публичной защите к возможности и к необходимости своих взглядов защищать не криком а вескими аргументами в общем можно почитать биографии многих ученых которые вспоминают что в их жизни научно-исследовательские семинары иногда они часто на квартиру спускаются но это очень важная вещь когда есть кому подсказать есть люди интересующиеся схожими вещами они так по улице не ходят здесь вот это оказывается той самой поляной где дозревают какие-то мысли а если кто-то не посетитует подобранно еще что называется на какой-то площадке молодняка это помет всегда оказывается вот и это действительно важная часть нашего учебного процесса то есть какие-то оценки но это все второстепенно гораздо важнее что люди по факту получают вообще ну вот так приблизительно мне кажется на скидку основной я обрисовал безусловно информация о наших аспирантурах она есть в интернете и мы надеемся что вот этот наш рассказ будет записан записан кривик прошлогодний вот и всегда есть координаты которые актуальны и которые значит можно использовать для того чтобы нашли употреблять мы надеемся что кто-то из наших слушателей и сейчас или которые как могут это задать если интересуются и могут себя попробовать в этом качестве спасибо давайте у нас есть еще вопросы давайте попробуем их ответить значит есть ли возможность студента участвовать в нижнем тут сразу хочется задать по одессе кого вы называете студентами вы имеете ввиду аспирантов так это понимаем кстати у нас НИРС существует но НИРС мы называем как раз форму оценивания руководителя аспиранта потому что это постоянная работа мы ее не обсудили но ясно что в результате назначения научного руководителя происходит с ним постоянный текущий контакт и это оценивается как НИРС что касается да потом существуют контакты если это у нас полевые какие-то исследования Николай Николаевич рассказал что у нас есть лаборатория у нас ведутся студенческие исследования если наш аспирант имеет какую-то эмпирическую полевую тему очень часто он в качестве поля в социологическом смысле то есть источника эмпирических данных он использует собственно университет то что в университете если особенно изучаются молодые люди это сплошь и рядом это во всем мире так социологи первым делом откуда они получают информацию о людях в основном на студенческих выборках пожалуйста они для нас открыты и для всех у кого такие задачи и сплошь и рядом нашим аспирантам мы помогаем проводить эмпирические исследования это разумеется все оценивается в НИРС ну например и не только во всем то есть разумеется никто вас не бросит если у вас полевая тема и все это кстати тоже научно-исследователь в семинаре обсуждается как лучше проводить эти исследования где из карачаса и сети делается вот ну наверное мы так понимаем этот вопрос если что-то более конкретное это всегда может связаться с ним более предметно так еще один вопрос если заочная аспирантура в настоящий момент только очная по крайней мере с вами по крайней мере по крайней мере и сколько примерно по времени тратится на публикации ну вот вот я сказал значит безусловно у нас происходит аттестация аспирантов каждый год и мы предъявляем требования к публикации на протяжении всех трех лет но мы отдаем себе отчет что статьи делаются не быстро и поэтому они пишутся не быстро очень сложно сказать какое время затрачивает вообще научный сотрудник аспирант или кто-то еще кто-то интересующийся наукой человек на то чтобы написать текст потому что текст пишется человек может собирать материалы несколько месяцев а написать статью за неделю может быть как-то иначе но когда уже статья написана надо понимать что производственный цикл издания научной статьи в России сегодня я бы сказал это от полгода я не говорю про всякие то что называется разными словами мусорные или платные или какие-то еще но если брать серьезные академические издания вузовские или не вузовские ваковские или веку встаем со скопус тем более это сложная процедура предполагающие экспертизы предполагающие редакторскую обработку предполагающую впоследствии публикацию если это бумажный журнал поэтому часто бывает так что вот с момента когда человек подал готовый в его понимании оформленный по требованиям редакции текст статьи до ее успешного выхода когда он может потрогать эти бумажки понюхать типографские краски хотя сейчас очень много еще раз сетевых хотя имеют статус полноценных журналов проходит от полугода бывает и 9 месяцев но бывают случаи когда статьи отправляются это сложное дело потому что сейчас очень высокий уровень отсева кстати публикации бывают по разному но очень распространенная конечно форма когда руководитель и аспирант публикуются вместе хотя это совершенно неприфорционное право мы знаем это независимо вот но бывают эти альянсы действительно вполне удобны для начинающих исследователей так что в среднем я бы сказал что само только процесс публикации это около полугода это хорошая цифра потому что бывает больше следовательно 3 года получается не так много времени очень рекомендуется чтобы публикации растягивались на все время обучения а не просто человек что-то первые два года писал а публиковал на третье тем более материал устаревает ну вот так как все вопросы которые нам задали если еще какие-то есть вопросы задавайте если нет то мы будем заканчивать ну все мы тогда с вами прощаемся до свидания если что запись точно будет в интернете можете посмотреть и информацию сайте субтитры